И здравствуйте, зрители и подписчики! В этом видео мы научимся работать с платой Raspberry Pi, рассмотрим её возможности и установим и разберём такие прошивки, как Raspberry Pi и Ubuntu Mate. Перед просмотром убедитесь, что вы уже поставили лайк и подписались на этот канал, так как это очень поможет его развитию. Ну а после просмотра поделитесь своим мнением о моём уроке в комментариях и лишь просто распространите это видео во ваших социальных сетях. Мне будет тянуться время и приятного просмотра! Для начала давайте рассмотрим основные возможности мини-компьютера Raspberry Pi. Для примера я покажу плату Raspberry Pi 4, которая имеет 64-разрядный процессор с 4 ядрами и максимальной тактовой частотой 1,5 ГГц. Эта плата доступна в нескольких комплектациях с 1, 2, 4 или 8 ГБ оперативной памяти. Помимо этого, она имеет графический процессор VideoCore, Wi-Fi с частотой 2,4 или 5 ГГц и Bluetooth версии 5.0, который также поддерживает Bluetooth Low Energy, видео о котором уже есть на моём канале. Из-за разъёмов она имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит в секунду, 2 МК HDMI разъёма, поддерживающие видео в 4К 60 фпс при использовании одного монитора и 30 фпс при использовании сразу двух 4К мониторов. Разъёмы для подключения DCI дисплеев и разъёмы для подключения DCI камеры, которая может выполнять роль камеры для уличного наблюдения или же для записи видео на microSD карту. В связи с умным домом, эта система будет полезна для охраны каких-либо помещений, что может быть неплохой альтернативой платы ESP 30 вакам, про которую я снял уже целых 3 видео. Рядом находятся два USB 2.0 и ещё два USB 3.0 разъёма. Один разъём USB Type-C и 4-пиновый джек, который совмещает в себе аудиовыходы и композитные видеопорты, использующиеся ещё до HDMI для вывода аналогового изображения. На другой стороне платы расположены слоты для microSD карты, на которые вы можете хранить операционные системы для Raspberry Pi или же какие-либо файлы, так как встроенной постоянной памяти она пока не имеет. Одно из главных преимуществ Raspberry, которые отличают её от обычного компьютера, это GPO-пины, идентичные пинам на платах Arduino или ESP RASIFE. На плате Raspberry Pi 4 присутствует 40 цифровых пинов, к которым можно подключать различные датчики, модули, дисплеи и прочие компоненты. Она также поддерживает такие интерфейсы, как I2C, SPI, UART и SHIM. Существует как официальная нумерация пинового Broadcom, так и нумерация пинового WinePi, которая используется в таких языках программирования, как Python, C, C++ и других. Более подробные характеристики Raspberry Pi 4 я оставлю в описании к этому видео. Для работы с ней вам также необходимо иметь блок питания на 5 Вольт и 3 Ампера с разъёмом USB Type-C, micro HDMI кабель и micro SD карту с ёмкостью не менее 4 ГБ и классом не ниже 10. А для управления Raspberry Pi вам, конечно же, нужен монитор, клавиатура и мышь. К сожалению, приобрести Raspberry Pi 4 я не смог, поэтому взял у своего знакомого, уже устаревшую Raspberry Pi 2, которая по производительности заметно уступает новой Raspberry, но операционные системы, которые я вам в дальнейшем покажу, будут работать на ней так же, как и на Raspberry Pi 4. Теперь давайте установим на нашем Raspberry Pi официальную операционную систему Разбяна. Для начала вам нужно подключить вашу micro SD карту к компьютеру, нажать на кнопку форматировать и в открывшемся окне выбрать валовую систему Foto32, размер единицы, распределение 512 байта и вписать метку Тома Бут. И нажать на начать. После завершения форматирования вам нужно установить программу Raspberry Pi Imager, ссылку на скачивание которой я оставлю в описании к этому видео, затем открыть ее. И в списке выбрать операционную систему Raspberry Pi OS. Вообще, вы можете записать как рекомендованную версию Разбяна с рабочим столом, так и полную версию Разбяна с рабочим столом и предустановленными программами. Для примера, я установлю полную версию Raspberry Pi OS. Следом, вам нужно указать вашу micro SD карту и нажать на write, предварительно подключившись к интернету. После записи операционной системы на micro SD карту, вам нужно поместить ее в разъем для карты на Raspberry Pi. Теперь подключаем монитор, мыши и питание на нашу плату, после чего начнется запуск Разбян. Первым делом, давайте изменим расположение панели задачи. Кликнув по ней правой кнопкой мыши и нажав на панель settings. Затем, в открывшемся окне, нужно выбрать bottom. Теперь давайте настроим локализацию системы. Для этого нажмем на кнопку запуска, перейдем в меню preferences и нажмем на Raspberry Pi Configuration. Теперь переходим в раздел Localization. В нем нужно сперва установить язык системы. Для этого нужно нажать на searchlocal, нажать на текущий язык и в этом списке выбрать русский. Следом, нужно указать вашу страну и кодировку UTF-8. Далее, для установки часового пояса нужно нажать на searchtime zone и выбрать вашу зону и локацию. После выбора часового пояса желательно выбрать раскладку клавиатуры. Для этого нажимаем на search keyboard. В открывшемся окне выбираем модель клавиатуры. Я лично оставил модель по умолчанию. Выбираем язык раскладки. И вариант выбранного вам языка. Если же вы используете Wi-Fi, то желательно указать вашу страну еще и в разделе Search VLAN Country. После настройки локализации нажимаем на ОК и перезагружаем нашу Raspberry. Проверяем. И, как вы видите, указанные нами настройки локализации успешно применились к операционной системе. Если же у вас не получается настроить локализацию, то смело задавайте мне вопросы в комментариях. Чтобы добавить кнопку выбора языка на панели задачи, нужно кликнуть по ней правой кнопкой мыши и нажать на добавить, убрать элементы панели. В появившемся окне нажать на кнопку «Добавить». И в этом списке найти обработчика раскладки клавиатуры. После чего на панели задачи появится кнопка выбора языка раскладки. Для того, чтобы с ее помощью можно было переключать языки клавиатуры, нужно зайти в настройки этого элемента, снять галочку с пункта «Сохранить системные раскладки». и добавить нужный нам язык. А для того, чтобы установить кнопки для удобного переключения языка, следует нажать на эту кнопку и в этом списке выбрать удобное для вас сочетание клавиш. Когда вы настроили операционную систему под себя, больше можете ей пользоваться. В полной версии Raspberry Pi OS предустановлено достаточно много программ, которые все за исключением корзины находятся в меню пуска. Так как Raspberry Pi OS ценюрует от себя еще и как устройство для программирования, то она имеет достаточно много редакторов кода. Например, BlueJava ID для редактора Java кода, Gini для редактора кода на PHP, Java, Perl, Robby, C++, C и C Sharp. Greenfoot Java ID также для редактора Java кода. Массиметика для программирования на языке Wolfram, о котором я лично слышу первый раз, и простое в освоении редактора языка Python Mu. Еще одна достаточно полезная среда – это Node-RED, для написания программы, в которой используются блоки. С ее помощью вы можете управлять GPO-пинами, работать с такими протоколами, как MQTT, HTTP, WebSocket, TCP или UDP, выполнять различные математические операции и многое другое. Помимо этого, в полной версии Raspberry Pi предустановлена среда SenseHut Emulator. Для получения показаний с датчиков с помощью языка Python, утилита для создания музыки и звуковом SonicPy и TonyPython ID, для редактора кода на языке Python. Кроме редакторов кода в Raspberry есть еще и программа для проектирования цифровых схем и бесплатный пакет Office, который, на мой взгляд, в представлении не нуждается. Далее у нас идет программа для электронной почты, утилита VNC Viewer для удаленного управления Raspberry Pi со стороннего компьютера, интернет-браузер Chromium, медиаплеер VLC, инструмент для просмотра изображений, различные игры, в которые, если вам будет интересно, вы можете поиграть сами, и стандартные программы. Как вы видите, Raspberry Pi OS весьма разнообразная операционная система, которая, по возможностям, ничуть не уступает другим. Теперь, давайте установим систему Ubuntu Mate. Для установки Ubuntu Mate вам нужно перейти на сайт UbuntuMate.org, перейти в раздел Download, выбрать Raspberry Pi, и одну из предложенных операционных систем. Для новых моделей Raspberry Pi рекомендуется установить эту систему, а для более старых, как, например, у меня, установить вторую. Я же уже установил нужную для моей Raspberry Pi операционную систему. Теперь нужно открыть Raspberry Pi Imager, нажать на Choose OS, следом, нажать на нижний пункт, выбрать установленную ОС, вашу microSD-карту, и нажать на Write. При первом запуске Ubuntu Mate'a нас встречает приветственное окно. В нём нам нужно указать язык системы, следом указать язык раскладки клавиатуры, после этого выбрать вашу Wi-Fi-сеть, и ввести её пароль. После этого указать вашу часовой пояс, и ввести ваше имя, имя вашей Raspberry Pi, имя пользователя и его пароль. Затем нажимаем на Продолжить, и наша операционная система готова к использованию. А на этом моё видео о Raspberry Pi подошло к концу. Пишите в комментариях, каким можно было ещё установить операционную систему на Raspberry, и как её можно было ещё использовать. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, и всем пока!